Итак, дорогие друзья, мы снова в студии телеканала «Наше национальное телевидение». У нас последний этап квалификационного отбора. Четыре лучшие, не побоюсь этого слова, команды, которые играли в предыдущих этапах, будут сейчас определять имена двух полуфиналистов. Многие могут со мной не согласиться и сказать о том, что, ну как эти команды побеждали в своих боях, и почему сейчас так. Это шоу, мы делаем здесь все, что хотим. Поехали. Правила остаются прежними, первыми за игровые столы. Я приглашаю команду «Плохие парни» и «Альфа-лебеди». Итак, друзья, внимание, первый вопрос. В старину маковкой, помимо прочего, называли один из видов сладости. Возможно, поэтому Шота Иаташвили, говоря о нем, упоминает размешивание сахара в стакане. Назовите его двумя словами. Плохие парни. Собор Василий Облаженный. Ответ неверный. Пять секунд у противников. Четыре. Три. Два. Альфа-лебедя, слушаем. Отвечает Евгений Борзов. Слушаем. Сладкая черчхела. Ух ты! Правильный ответ – колокольный взлон. Ну, прям близко вы, близко, согласен. А еще маковка – это купол церкви, помимо прочего. Второй вопрос, два балла в розыгрыше. Внимание. Вознесенский писал, что русский поэтический «он» начинается с Анны Ахматовой. Назовите его греческим словом. Плохие парни. Слушаем. Алфавит. Совершенно верно, это алфавит. Счет становится два ноль. Третий вопрос. Один балл в розыгрыше. Название какого школьного предмета произошло от греческого слова, сложенный в четверо? Альфа-лебедя. Ибрагимов-марат. Тетра – это тетрадь. Совершенно верно, тетрадь. Два один. Следующий вопрос. При раскопках древнего римского города нашли такой предмет. Форма окорока из посеребренной меди, на нем подчерчены линии, а в центре – торчащий свиной хвостик. Что это был за предмет? Пять. Четыре. Плохие парни. Отвечается, Светлана, беру их. Слушаем. Часы. Солнечные часы. Совершенно верно. Это были переносные солнечные часы. Счет 3-1. Плохие парни победили. Поздравляем. Следующими за игровой стол приглашается команда «Альбус Алания» и «Ботанический ад». Первый вопрос. Илья Эренбург так описывал свои впечатления от просмотра фильма «Микеланджело Антониони» на Каннском кинофестивале. Только появились первые кадры, я сразу понял – гениально. Через 5 минут – опять гениально. Спустя полчаса, сделав это, смотрю на экран и понимаю. Гениально. Что мы заменили на «сделал это»? Ботанический ад. Проснувшись. Совершенно верно. Он спустя полчаса проснулся и все ему понравилось так же, как и до сна. 1-0. Второй вопрос. Игрушки из мультфильма «Ли Анкрича» полагают, что в игре с детьми главное – реалистично изображать себя в тех образах, которые представляет ребенок. Потому, когда новый персонаж быстро становится любимчиком, игрушки предполагают, что он использует «это». Назовите «это» двумя словами, начинающимися с одной и той же буквы. 5, 4, 3, 2, 1. Не успели. Правильный ответ. Система Станиславского. Даже у игрушек все по науке. Третий вопрос. Два балла за розыгрыш. Внимание. В 18 веке пользовались популярностью сани с парусом. Для чего они использовались? Слушаем. Попробую ответить я. Они использовались как средство передвижения по льду в зимнее время. Совершенно верно. Для прогулок по ледяным озерам. 3, 0. Спасибо за игру. Остается команда Альбус Алания. С ними сейчас сыграет Альфа-Лебедя. Внимание. Первый вопрос. Какая сказочная девочка была настолько сильна, что могла поднять лошадь? Слушаем Альбус Алания. Отвечать буду я, Пеппер Длинный Чулок. Совершенно верно. Пеппер Длинный Чулок, 1, 0. Идем дальше. Вопрос второй. Утверждают, что у Исаака Бродского и у Иосифа Лангборда Орден Ленина можно было увидеть даже на ней. Она присутствовала в названии шоу, выходящего в эфир после полуночи. Назовите ее. Альбус Алания, слушаем. Отвечать будет Александр. Предположим, пижама. Совершенно верно. 2, 0. Третий вопрос. И снова один балл. У многих новорожденных на затылке есть красное пятно, которое со временем проходит. Это пятно в немецком языке называют поцелуем кого? Слушаем, альфа-лебедя. Евгений Борзов. Мы думаем поцелуем ангела. 5 секунд. 4, 3, 2. Альбус Алания, слушаем. Отвечать буду я по поцелуям дьявола. Господи, что вы? Правильный ответ поцелуй Аиста. Я с трудом представляю, как немцы себе видят поцелуй с плювастой птицей. Ну, ладно. Счет сохраняется прежним 2, 0. И в розыгрыше теперь 2 балла. В Западной Европе, в частности в Германии, так называли золотые и серебряные монеты большей, чем обычно величины. В России это слово тоже обозначало монету, но маленькую. Какую? Альфа-лебедя. Ибрагимов Марат. Слушаем. Вообще, в Германии это гроз, сын, а у нас грош. Совершенно верно. Это грош. Счет 2-2. Следующий вопрос, возможно, решающий. Девиз штата Флорида, что в США в 1956 году стал девизом всей страны. Сейчас его печатают на долларах США. Я хочу сразу оговориться, только точный ответ. Как он звучит? Альфа-лебедя. Ибрагимов Марат. В бога мы верим. Совершенно верно. В бога мы верим. Ингак Витраст. 3-2. Альфа-лебедя победила. Спасибо. Плохие парни, ботанический ад. Будьте любезны. Внимание, первый вопрос. После одной любовной драмы Борис Пастернак пытался покончить с собой, убив себя об стул. Какие два слова в вопросе мы заменили четырьмя? 5, 4, 3, 2, 1. Правильный ответ. Выпив йоду. Казалось бы, при чем тут звездные войны? Второй вопрос, два балла в розыгрыше. В некоторых областях Дальнего Востока вместо этого глагола, вошедшего в обиход лет 20 назад, был более распространен глагол канонить. Назовите этот глагол. Фальстарт. Слушаем. Ответит Динаслам. Этот глагол ксерить. Совершенно верно. Счет становится 2-0. Следующий вопрос. Какими деньгами пользуется Гарри Поттер в книгах Джоан Роулинг? Слушаем. Плохие парни. Отвечает Кирилл Волков. Там вообще три валюты называются в книге «Галеон и Сикли и Кнаты». Ну, в том числе и сиклы. Вы упомянули, совершенно верно. Самое интересное, что сикл реально существовавшая денежная единица стран Дальнего Востока. Счет становится 1-2. И у нас следующий вопрос. Немецкий писатель Бертольд Ауэрбах считал, что приобретение денег требует доблести. Сохранение денег требует рассудительности. Отчего, по его мнению, требует трата денег. Ботанический ад. Слушаем. Раз. Два. Версия. Мудрости. Разума. Пять секунд у противника. Четыре. Три. Два. Один. Не успели. За столом была версия. Искусство. Счет сохраняется 1-2. По следующим вопросам разыгрываем 2 балла. Рассказывая о своей плодотворной работе со Стивеном Фраем над скетчами, Хью Лори в шутку упомянул 60 пуэрториканцев, которых автор вопроса назвал двумя словами, начинающимися с одной и той же буквы. Назовите эти слова. Плохие парни, слушаем? Отвечает Кирилл Волков. Я надеюсь, меня в США не осудят за такие слова литературные латиносы. Совершенно верно. Это литературные латиносы. Со счетом 3-2 плохие парни побеждают в этом бою. Следующими приглашаются команда Альфа-Лебедя и ботанический ад. Внимание, первый вопрос. Илья Баяшов, рассказывая о Николае Лескове, который начал карьеру в должности помощника столоначальника, пишет, что Лескову вполне нравилось вариться в питательном бульоне местного его. Назовите его двумя словами. 5, 4, 3, слушаем. Борзов-Сарбини Грибоедовского ресторана. Тут неверно. 5 секунд у противников. 4, 3, 2, ботанический ад. Дин Ислам попробует. Слушаем. Мценского уезда. Мценского уезда. Правильный ответ. Офисный планктон. Помощник столоначальника по тем временам это мелкий чиновник, который сидел в конторе. Следующим вопросом разыгрывается 2 балла. В какой повести Николай Носов два мальчика Петя и Витя исполняли на сцене роль коня? 5, 4, Альфа-Лебедя, слушаем. Райанского коня. Ответ неверный. Что это? 4, 3, 2, 1, слушаем ботанический ад. Ответит Яна. Витя Малей в школе и дом. Совершенно верно. Название произведения. Счет 2-0. Впереди ботанический ад. Третий вопрос. Как звали мальчика? Того самого мужичка с ноготок, который под усы вел лошадку в поэме Николая Некрасова «Крестьянские дети». Ботанический ад. Снова Яна попробует. Звать его Глассом. Совершенно верно. Влаз. 3-0. Ботанический ад с победой. Плохие парни. И Альбус Алания приглашается на наш подиум. Первый вопрос. Саркастичный любитель каламбуров Хью Лори планировал написать книгу, которая бы в русском переводе называлась «Человек в такой маске». «Какой такой»? «Такой»? «Какой такой»? «Пять», «четыре», «три», «два», «один». На последней секунде плохие парни. Отвечает Евгения Атькова. Слушаем. Предположим, в медицинской массе. Третий неверный. Пять секунд у противника. Четыре, три. Альбус Алания, слушаем. Отвечать будет «Давид». Возможно, покер. Близко на самом деле, но логика была более четкая, нежели здесь, потому что вопрос-то не современный все-таки. Ироничная маска у него была. Человек в ироничной маске. Саркастичный любитель каламбуров, человек в иронической маске. Счет 0-0. Второй вопрос. Два балла в розыгрыше. Героиня одного сериала некоторое время работала ведущая теленовостей, выходивших в пять утра. Однажды, с грустью глядя в камеру, она говорит своему напарнику. Мы ведущие шоу, которое даже икс не смотрит. Какое слово латинского происхождения мы заменили иксом? Альбус Алания? Отвечать буду я, оператор. Совершенно верно. 2-0. Следующий вопрос. Один был в розыгрыше. На швейцарском плоскогорье дует два типа ветров. Холодные и сырые ветры с Атлантики, бризы, и ветры, переваливающиеся через Альпы и спускающиеся в долины Швейцарии очень сухими и теплыми. Они называются так же, как и один из бытовых приборов. Назовите его. Альбус Алания? Отвечает чем это Александр? Фен или Фен? Совершенно верно. 3-0. Завершен этот бой. Итоги. В полуфинал проходят команда Ботанический Ад и команда Плохие Парни. У них по две победы. Альбус Алания, Альфа Лебедя, даже судя по результатам, сражались как львы, тигры, но, к сожалению, без полуфинала. Спасибо за игру. Ну что ж, дорогие друзья, наша квалификация подошла к концу. Четыре команды, которые примут участие в полуфинальных схватках, уже определены, а это значит, что итог нашей битвы не за горами. До новых встреч на канале Наше Национальное Телевидение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!